У меня работу, которую он силен дать мне разум, преодолеть и иметь успех. То есть у нас логика должна быть базирована на Слово Божьем. И я искала лучшее, что можно было найти, потому что я верю, что если Господь нас создал из ничего, значит, Он может для нас создать тоже что-то очень-очень красивое и хорошее. И когда я, помню, приехала в Америку, мне сказали, что у тебя никогда не будет языка хорошего, или ты никогда не выучишься, то есть планируй свою жизнь пониже. Я пришла, помню, в клинику, когда делали прививки от туберкулеза, от всего, вот вы помните, это первые проверки. И нас встретила одна женщина, я еще спросила, откуда эта женщина. Она сказала, я из Вьетнама, я работаю медсестрой. Она еле по-английски разговаривала, еле-еле. Я посмотрела, думаю, если эта женщина смогла стать медсестрой, то почему люди мне говорят, что я никем не могу стать в Америке? Что-то здесь не то. То есть я посмотрела и сама себе решила, что не так. Я думаю, что можно добиться очень многого. Поэтому я бы очень многих сейчас encourage, то есть дала вам такую надежду, что учитесь, достигайте, делайте, все будет хорошо. И также, например, с браком. Я помню, мне предлагали ребята встречаться, но у меня в сердце было ни с кем не встречаться, но вкладывать в себя. Потому что я приехала в эту страну, где я хочу иметь профессию, где я хочу иметь хорошую семью. Я людей не знаю, очень многих ребят мы не знали. И я не могла просто свое время тратить так, ездить, встречаться, кофе пить и все остальное. У меня не было времени на это. Поэтому я молилась и я сказала, Господь, я верю, что ты приведешь моего мужа в мой дом. Я ни с кем не буду встречаться. Я лучше прочитаю Библию, я лучше буду знать Божье Слово, чем просто бегать и тратить свое время. Давайте на это продолжим. На это мы останавливаемся. Наше время вышло, а это будет продолжение в следующей передаче. Так что, пожалуйста, в следующей передаче мы продолжим именно о том, что вы сказали. А на этом передаче наша подошла к концу. Благодарны всем. Спасибо вам. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. До скорой встречи.